Всем привет, друзья мои! Я нахожусь возле Марины. Вот видите тот конец. Вот оттуда я пришла. Погода замечательная. Каждым днём всё теплее. Сегодня 22 градуса. Решила вам показать, как люди красиво, да, клумбочки заполняют новые цветочки. Вот так работают они. Все работают, я смотрю, и там тоже. Но потом по возвращении буду вам снимать, если что интересное будет. Посмотрите, как идут работы. Вот, и я иду быстрым шагом. Прервалась и села. Чинят качели, поливают клумбы. Красят тоже там дальше качельки. Этот ресторан, я не помню, когда уже работал. Два года закрытый, мёртвый. Ну, там дальше, там дальше. Кафе было одно открыто. Вчера оно было закрыто, а сейчас открыто. Ну, вот идут такие вот работы у нас. Очень много людей, которые занимаются ходьбой. Пенсионеров очень много. Наверное, у всех повышенный холестерин, как у меня. Теперь я понимаю, почему люди ходят. Даже худые. Такой красивый дом стоит. Поближе покажу, с огромными балконами. Там, видите, продаётся сатылык. В общем, в каждом доме сатылык. Кстати, видела несколько пар. Девушка русскоязычная. Сидела с парнем. Такая красивая девушка, с длинными волосами. Ну, отвернулась. Я так смотрела на неё. Хотела поздороваться. Муж ей разговаривал по телефону. Она так, с короной на голове. Никакой эмоции. Может, она... Может быть. Она меня не узнала. Подумала, что я турчанка. Прощаю её тоже. Так хочется пообщаться иногда вот здесь, вот на этой набережной. Но не вижу. Вот кого вижу, кто такой более доброжелательный, сама подхожу. А в основном здесь мало русскоязычных. Ну, что, пошла я дальше. Скоро вот мне нужно идти до того берега. Видите? Вот. Осталось строжь. О, что это такое? Хэр, гюзель, шэйн, бир башлан, вызывар. Машина только что большая уехала. Посижу, посмотрю и пойду дальше. Как вы уже, наверное, много раз слышали, в Турции ввели ограничения. Я не повторяюсь, потому что в каждом, каждый блогер об этом рассказывает. Каждые новости об этом показывают, каждый канал. Ну, вот закрыли все развлекательные центры, хитнес-клубы, спортивные. Естественно, и ЗАГС тоже, вот видите, закрытый. Людям с 65 до 18 лет нельзя в транспорте. Там какие-то часы определенные ездить, передвигаться. Комендантский час пока с 9, но суббота-воскресенье. Они контролируют, если повысится заболеваемость, то сделают строгий запрет. То есть в 7, кажется, в часов. Или банки и все государственные предприятия работают до 4 часов. Ну, еще кризис в стране, да? Кризис по всему миру. Вот как, вот смотрите, вот эти такие красивые рестораны. Вот напротив там находятся все закрытые. Ну, в каком кризисе пребывают люди. Поэтому приглашаю вас в мой онлайн-бизнес. Самый лучший бизнес. Это онлайн. Сейчас наше время. И на многие годы вперед. Смотрите, как красиво. Мне эти прогулки так вдохновляют на весь течение всего дняшка. Тоже вчера пошел какое-то походение. Я начала рано ложиться спать. Где-то в 12 уже отключаюсь. Это очень хорошо. Утро встаю. Без звонка даже. Вы знаете, я что заметила, какую установку вы себе дадите, вот как она и сбудется. Сто процентов гарантированно. Я вчера, когда легла спать, в полдевятого дала себе установку. В полдевятого я даже проснулась. Я открыла глаза. В полдевятого. Это был шок. Так что то, что вы задумываете, утвердите себе, устанавливайте. И оно все исполнится. Ну, конечно, реальные цели. Если сейчас вы скажете, что в утром я хочу мерседес, или квартиру, или виллу. Реальные цели устанавливаются, и они будут открываться. Ну, естественно, те цели, которые нужно прорабатывать, и что-то делать, так просто, как манна небесная, с неба не упадут на их исполнение какие-то методы. Поэтому, мои дорогие, работать нужно, конечно. Если вы такую огромную цель загадали себе, визуализируйте ее. Не работайте. Из работы ничего не будет. Без труда не вытянуть рыбку из пруда. Все, пошла я вперед. Уже так тепло, жертвовато, но походный ветерок есть еще. Вот то, что я схотела. Вот наш мир, все наши ответы. Надеюсь, вам нравятся такие видео. Они, мне кажется, не похожи друг на друга. Что-то каждый день разное. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мои хорошие! Я возле моря. Сегодня на пляже никого нет. Не знаю, с чем это связано. Вчера еще купали здесь. Сегодня никого нет. Я помочила ножки. Вода такая приятная. Не холодная. Ну, можно уже начинаться купаться. Можно уже начинать купаться. При желании. Но здесь ты будешь единственная, как бельмо. У всех на глазах. Никак не могу себе взять руки, чтобы пойти домой. И опять я забыла взять с собой пакет, чтобы собрать эти камни. Но завтра еще есть время. Завтра у нас пятница, по-моему. Все дни недели перепутано. Сижу, наслаждаюсь тишиной. А вы чем занимаетесь? Рыбке захотелось? Море такое хорошее, спокойное. А вот и я, друзья мои. Сокрылась полностью. На солнышке сижу. Чтобы никто не видел, что я блондинка. Так спокойнее. Сижу в позе в йоге. Все, хочу приучиться. Как узлем сидит. Но сидеть-то ничего. Но потом встать-то трудно. А сидеть-то можно еще какое-то время. Но встать и пойти. Как они вот так сидят все? Надо делать растяжку, заниматься. Сегодня сделала себе хвостик. Ветер такой прохладный был. Никого нет. Мерсин умер, умер. И что, мои друзья, пошла я домой. До дома, до хаты. Сделала гимнастику для лица. Дыхательные упражнения. И пошла я домой готовить себе завтрак. Сегодня, кстати, закроюсь это. Сегодня что у меня в меню? Я изучаю антихолестериновую диету. И какие продукты можно кушать. И самым полезным продуктом является чечевица. Может быть она красная, зеленая. Каких только видов вы хотите. И обязательно каждый день кушать ее 60 или 100 грамм. Можно делать салаты, можно в супы добавлять. Это обязательно условие. Она понижает холестерин. И я вот замочила на ночь чечевицу. Она у меня разбухла. Сейчас приду ее отварю. Зеленую чечевицу. И сделаю такой салатик. Ее можно с жареными колбасками. Со всеми прочими вкуснятиями. Но мне нельзя. И я ее с огурчиком, помидорчиком. Сырок добавлю. Что-то придумаю себе. И вот такое вот у меня будет меню. Да, я держусь без кофе. Вместо кофе я принимаю чай себе завариваю. Конечно, первый день трудно было. Вчера было полегче. И Эндер вчера купил также хурму. И вот по одной штуке мы будем с ним кушать. Потому что она очень полезная и калорийная. Нельзя ее очень много приобрести. И я стараюсь много пить жидкости. Да. Вот хожу. Наверное, вы сами видите, сколько я хожу. По 5 километров. Ну, вот и все. Без кофе тоже можно жить. Конечно, очень хочется. Когда смотришь рекламы. Смотришь других блогеров, когда они пьют. Заваривают себе кофе. Ну, пока я хочу просто для себя поставила такую цель. Посмотреть, с помощью диеты смогу ли я снизить холестерин. У меня не так много повышенной. Но пока возможно и получится с помощью диеты. А если вдруг не получится, тогда мне назначат уже какие-то лекарственные препараты. Поэтому движемся к цели. Вот начало я когда? 13 или 12? 12. Посмотрим, как и что. Вот наговорила вам. Ну, ладно. Много говорить не буду. Сейчас мне надо встать. Вот именно сижу хорошо. А как-то встать? Вот проблема будет. Ой, как, знаете, все мышцы заморозились. Хотя и на солнышке сижу. Ну, ноги не мои. Как эти турчаночки сидят? Умнички и йоги. Йогисти. Умнички и йоги. Номер телефона есть. Позвоните. Находится, смотрите, вот в каком месте. Возле джами. Три, три. Видите, три продают. Решила перейти на другую сторону, противоположную. И показать вам, в каком доме продаются три квартиры. Вот угловые они. Дом не новый, старый. Ну, лет 10-15 будет, наверное. Кондиционеры есть. Газ, не знаю, есть или нету. Ну, позвоните сами по этому номеру. А там на балконе, на втором этаже, смотрю, мужчина на маску, на балкон вышел и... Не знаю, можно так делать, нельзя. Это вроде бы так индивидуально, а он... Все смотрят. Путешественница я. Путешественница. Это капуста, капуста. Да, красивые, но вонючие. Не знаю, может, их выброшу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Немножко не с начала, на минуту опоздала, но дала такую возможность для моих дорогих мусульман. Я пришла, отварила себе тыкву в воде. И вот, посмотрите, сколько наварила чечевицы. Такая она вкусная. А может, я голодная. Буду ее по 100 грамм есть в сутки. А вот и я, мои дорогие, наконец-то я легла, отдыхаю у себя в комнате. Ножки у меня так на видом. В моем шарике, мячике. Устала сегодня, как собака. Ой, жду сейчас, когда начался мой вебинар. Столько дел переделала, такой вкусный салат приготовила. Но чечевицу я так поела, несколько ложек. Мне так она понравилась. Мужу сварила суп с чечевицей зеленой. Салат сделала Цезарь с курицей. Мы вместе будем кушать. Мне что-то уже кушать не хочется. И картофель, картошку пожарю. Сейчас покажу и расскажу, какая у меня получилась чечевица. Вкусная. Так приятно, птички, чирик, чирик, чирик. Вот уже пришла весна, но я что-то, чуть-чуть, у меня были все окна открыты. Так как я все перемыла, перечистила, пылесосила. И немножко я замерзла. Сейчас я вам покажу, что я приготовила. Кстати, Эндер пошел на прогулку. Он молодец, держится, я очень рада. Но я из-за того, что принимаю вот эти лекарства, у меня куча лекарств нужно принимать. Поэтому мне нельзя не кушать, а то бы я тоже... Но я, в принципе, не кушаю. Я сегодня не села. Так, мои дорогие, я сварила столько чечевицы. Смотрите, чтобы постоянно не отваривать ее, надо каждый день мне сейчас ее есть. И вот моя порция, тут 100 грамм. Я с удовольствием ее съем. Это я приготовила себе порцию на завтра. Сегодня моя уже порция закончилась. Тут я приготовила, сейчас скоро буду жарить, здесь соус для этого. Так, вот сковородку приготовила, суп такой чечевичный приготовила. Здесь у меня есть прасос, если он покушает. Ну, не знаю, я сегодня что-то захотела. Так, возилась, возилась. Вот, такой приготовила с курицей, с яйцом, с сыром. С салаталы, говорю по-турецки, с огурцом, с перцем. Вот, вчерашка им купил себе вкуснятин. Мне это нельзя, к сожалению, по-стурма. Тут ему мелко нарезали, а здесь вот такая вот. Потом будет сам нарезать, наверное. И купил вчера он, я вам показывала или нет, кюфты мясные. Я почему-то вот чуть-чуть попробовала и брезгую. Не знаю, какое мясо сырое. Цветочки вынеслось на балкон, потому что они очень нехорошо пахнут. Мне даже начало тошнить. Такой, какой-то неприятный запах. Намыла себе зеленушки. Мяту буду кушать. Кстати, отварила тыкву. Вот, что я поела с медом, поела тыкву. Вот такое у меня питание. И вечером, если я захочу, но что-то мне уже не хочется, я покушаю салат Цезарь. А, вот вчера Эндер принес такие тыквенные очищенные семечки. Мы будем делать лекарства из прополиса. Вы сделали или нет? Я здесь... Обалденное лекарство. Гарантирую вас от простуды. Профил... Это защита. Мяту надо много кушать и буду расслабленной. Ну, все, пошла я на вебинар. Вот такой у меня сегодня ужин Цезарь. И вебинар. Продолжение следует...